еще философ смотрим вот здесь я может еще пойму ну да здесь пойдет изучать философию попробовал читать три книги по истории философии h3 так вот везде информация подается с разных сторон я могу сказать как я изучал философов во-первых для философии у вас должна быть но это так каждый кулик свое болото хвалит но я думаю как бы возможно если бы мне кто-то объяснил сразу что читать я бы именно так и поступил но вначале у меня было вообще по то есть надо было надо любить чтение не потому что я говорю что только в любите любить чтение бро люби любить чтение свое через чтение вы должны прийти к философия любить чтение как как любите кушать или там пить воду то есть у меня не было дня в жизни чтобы я не читал ну примерно лет семи-восьми чтобы я соболезную груз грустная жизнь наверное что-то не читал и это не газеты какие-то книги соответственно для меня чтение это как часть меня и когда много читаешь тем время эти воображения неважно я вам всякую кучу ерунды читал и не только художественным в основном начале только художественные книги что и только в университете я понял что я поступил на философию и понял что за ерунду мне там преподают я думаю я этим должен заниматься я он первый год где понятно полтора вообще не понимал что происходит философии буквально чел поступил на философский просто так видимо больше никуда поступить не смог и охуел с того что ему там преподают какие-то статейки готовил там сдавал какие-то экзамены но никакого вкуса к философии не испытывал вообще тоже как вы говорите я читал там какие-то истории философии которые положены и никакой ну короче человек который изначально ненавидел философию который ему не зашла у которого мышление полностью к этому не предрасположено скорее сразу был тупейшим сайентистом то есть да то есть как вот тут ну на канале ряд канал тупого сайентиста никакого там не скептического философа просто обыкновенный современный банальный тупой сайентист у которого там критическое мышление и прочая хуйня вот эти все стереотипные вещи повторяются миллиарды раз соответственно ну и он изначально к философии не испытывал никакого в общем-то уважение ну просто сразу негатив у него болтни кого впечатления на меня не производит и конечно же он взял историю философии бертрана рассела который также сильно ненавидел значительную часть философии наконец-то смог приблизиться к ее пониманию но потом я прочитал бертрана рассела ну конечно конечно один из самых худших материалов по истории философии когда-либо написано хуже только у марксистов от ебаных просто во все щели ну что марксисты тоже любят повыебываться на разных авторов там обязательно всякие подписки кто там бур буржуазный философ кто не буржуазный кто там важен кто не важен у них очень быстрые оценки скороспелые возникают просто на нихуя не основанные основаны только буквально на том что у гегеля и у маркса вот в историографии философов вот эти ребята упомянуты вот они важны а те кто не упомянуты но они неважны и соответственно вы понимаете история западной философии и я понял что я правильно поступил на правильный факультет и правильно выбрал чем не заниматься в жизни правильно райд особенно учитывая что это все происходило когда мне был уже 31 год и вот и вам я рекомендую историю философии это bertran rassel все остальные истории философии которые я читал а сейчас я дочитываю реалии антисерии 65 тонн суток блять чел сравнивать реалии антисерии блять съебанным bertran rassel вообще рядом не стояла любой учебник современный который мы возьмем написан лучше понятнее комплекснее и без ебанутого мнения старого долбоеба к сожалению да то есть ну к просто просто о том что история философии вообще реалия это фамилия не реалии а реалии и антисери соответственно это два автора авторы которые написали 4 дома если я не ошибаюсь по истории философии текст достаточно простой мать 4 дома тоже но не нормально написано они вполне подходят для изучения они неплохие это то что можно посоветовать но я обычно не советую потому что знаете вот это текст по истории философии это что-то между собственно обычным учебником до легким изи и собственно к полстоуном поэтому я советую прочитать сначала для введения простой учебник просто вот базовый бах базовый базовый учебник берем любой там не знаю гриненко какая-нибудь там какой-нибудь до борода я тоже можно взять с васильевым их учебник можно взять можно еще чем учебник взять ну вот которые не ебанутые поболтать со мной можно вячеслав по стандартному тарифу но в очередь надо будет уложиться как вот как то так то есть там очередь час у нас пройдет и тогда можно будет поболтать по стандартному тарифу да так вот продолжаю имеет смысл именно читать так что мы сначала берем циклопедический простой материал типа да там небольшую вот такую вот книженцию прочитали заглотили потом капл стон реально серии они здесь не идут просто это не до капал стон в итоге получается да то есть ну не несколько не доходят до его уровня а капал стона все равно читать нужно желательно хотелось бы хотелось бы чтобы его прочитали при знакомстве с историей философии очень хороший материал очень достойный хоть и старый довольно таки но очень достойный все еще да и такие работы пишут сейчас не так уж и часто особенно ну вот особенно вот для понимания студентами ну и соответственно я не вижу никакого смысла считаете вот этот вот реальный серия этот учебник потому что у нас есть что-то попроще для введения сразу так бах охватили потом второй охват уже через капал стона идет это в принципе достаточно чтобы начинать читать большие учебники но на мой взгляд она как-то так они учебники большие материалы по истории философии разные тексты книжки авторов и так далее если вы уже будете введены в дискурсе этого будет вполне достаточно и с этим можно уже иметь дело вот это какой-то промежуточный учебник потому что но это не до капал стон и он не настолько простой как простые учебники то есть да не нужно переходное звено мне кажется хотя кому-то может и зайдет 3 4 раз он здесь просто рядом даже близко не стоит просто прочитав рассела уже будете не понимать платона соответственно да если вы не будете понимать платона но это уже соответственно как-то плохо вы не будете понимать ницше если вы не будете понимать ницше это тоже как-то плохо вы не будете понимать гегеля если прочитаете 1 это тоже невероятно плохо вот короче как все она знаете ли нехорошо у рассола там куча проебов по очень важным мыслителям есть хорошие статьи безусловно но блин не хватает не хватает соответственно того чтобы вот все статьи были доведены все материалы по отдельным философам были доведены до нормального уровня рассел выдает историю философии исходя из своего собственного мнения это было бы допустимо если бы это была книжка у него как у того же например вот ну например я не у нитша но у нитша его никто не воспринимает как книгу по истории философии у нитша есть материалы по философам античным преимущественно но 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 никто не читает как историю философии и правильно делают вопросу об этом то есть у нитши была своя позиция она имеет место как говорится но в учебниках по истории философии мы не должны изучать позицию отдельных мыслителей друг о друге мало ли какая она была у марксистов одна позиция у нитши и не шансов другая позиция у рассола там третья позиция это норм как бы да это типа норм что разных мыслителей разные позиции по истории философии а вот история философии как предмет до должна поставлять такие учебники в которых будет ну более-менее взвешено и усредненная нормальная обоснованная позиция представлена вот как то так томник которые рекомендуют в университетах читать бы нет в университетах нормальных это мало кто будет рекомендовать надо быть полным долбоебом чтобы порекомендовать bertrandy рассола честно говоря я даже не знаю кому рекомендовать читать bertrand рассела ты студентам-философам давай читать bertrandy рассола можно только ну в том смысле что ну как бы знаете а вот знаете был такой мыслитель bertrandy рассола вы уже изучили всю историю-философию еще много чего знаете по ней да давайте посмотрим какую хуйню там читал по этому посчитал по этому поводу от бертран раз вот как то вот так вот истории философии это такое такое даже не знаю как выразиться мягко ну говно очень дерьмовая история по философии реально это просто трэш на самом деле там есть моменты но они не философски когда они говорят об истории науки там есть моменты хорошие это я группа историю философия реально антисерии чел вот это как раз наиболее базовый нормальный учебник по истории философии ну типа типа реально норм вот это это реально тот учебник который обычно советует в общих списках по подготовке то есть вот тот учебник который сейчас обсирает tells you которое сейчас обсирает вот этот учебник который обычно рекомендуют для прочтения современных студентов все остальное там полный трэш и а потом я почитал что это завтра и оказалось что они из христианского университета всего пиздец они из христианского университета долбоебы еще к пол 100 он был верующим ну понятно идиоты идиоты дебилы хуйню предописали потому что вся книга сводится к тому что каждый философ защищал христианство у них иисуса ну во первых во первых нет а во вторых подавляющий защищала христианство иисуса если мы берем средневековье яйца мы берем новое время если мы берем эпоху возрождения это нихуя не странно чтобы что философа защищали так или дача христиан иисуса включая канта кстати а ну вот вот включая канта кстати неожиданно то есть ну типа лол каждый философ в принципе а так нет не каждый нет не каждый у них нормальный материал непосредственно у них там проебов не так уж и много я кстати перечитал бы наверно но мне кажется он пиздит все учения разрознен это я говорю из последнего что я читал то что мне обязательно надо было читать универток учения разрознена пустите я не что бертран разу все преподносит через логику особенно когда он начинает высираться на своих оппонентов идеологических вот это вот прям логика логика просто обсирать прямым текстом платона это логика ребят запомните логика то есть он говорит почему это учение плохое а это хорошее почему его надо вы кинуть а это надо оставить ребят смотрите учебник по истории философии учебник по истории философии там автор говорит какое учение нужно выкинуть а какое нужно оставить если представляете ну а правду говорит раз так и пишет буквально вы представляете себе вообще глубину катастрофы интеллектуальные когда человек пишет текст который называется история философии и он там не посвящает время в основном нормальному взрослому анализу материалов а он именно посвящает кучу времени почему вот это нужно выкинуть а вот это нужно оставить вот поэтому это учебник и плохой в этом и вся проблема я понимаю что он скептический философ вот этот челик видимо оценивать с противоположной стороны совершенно с абсолютно противоположной стороны но это же прям дебилизм прям дебилизм философии то в том и заключается что она плюралистично она разрознена там много разных не связанных друг другом учений и течений иногда связанных иногда не связанных иногда очень расходящихся в разные стороны иногда отрицающих и платона и аристотеля иногда отрицающих логику но при этом являющихся вполне уместными и достаточно хорошими и качественными я понимаю что чел находится на таком уровне догматизма что ему не понять ему нужно чтобы умный дядя ему логично объяснил что вот это надо вот это надо блять выбросить а вот это надо блять оставить чтобы дядя бертрон рассел обязательно об этом блять рассказал обязательно дядя бертрон рассел об этом рассказал потрясающе потрясающе то есть буквальный человек человек оценивает текст по истории философии отталкиваясь от анти историка философского критерия понимаете в чем дело то есть для него буквально чем Чем хуже, тем лучше. То есть, если автор высказывает свое мнение, свою позицию. Знаете, представьте, если бы в истории он говорил, а вот бы, блядь, лучше бы эти события вот так бы произошли, нахуй, и начал бы потом пиздеть о том, а как бы было хорошо, если бы Петр Первый не поехал в Европу, развивал бы там русский мир, там, нахуй, вот эту всю хуйню, как Дугин обычно любит рассуждать. Вот, вот-вот приблизительно как-то вот на том же уровне, да. Но и Дугин это никто и не считает великим историком философию, я опять же замечу. Это тоже важно заметить. Дугин не является историком философии и так далее. Потому что он сам был философом, математиком. Обычно истории философии пишут люди, которые к философии имеют очень мало отношения. Кроме того, что они изучают историю философии и занимаются этой темой, ну вот-вот-вот, да, всю свою жизнь буквально занимаются исследованием истории философии. И некоторых конкретных источников используя соответствующие методы внутри данной дисциплины. Про Бертрана Рассел. Это человек, который сидел в тюрьме за свои убеждения неоднократно. Сидел в тюрьме. Этот человек голодал за свои убеждения, будучи лордом из палаты лордов. Он поехал из-за того, что он выступал против войны. Поехал крышей. Он голодал. Этот человек написал самую важную книгу по математике в 20 веке. Да, ну а математики знают об этом? А математики знают, что Рассел написал самую великую книгу по математике в 20 веке? Мне просто интересно. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, соответственно. Математики знают, по-моему, математики не считают в принципе математику самым великим текстом в 20 веке. Слушайте, я бы еще, может быть, и поспорил бы, если бы он указал на какой-нибудь год конкретный. Типа вот в этом конкретном году это была самая великая книга по математике. Допустим. Ну, допустим, окей. Десятилетие уже, наверное, крайне спорно. Не знаю, четверть века тоже, типа, уже тупо очень спорно было бы. Вот. В 20 веке столько математиков было, что, ну, претендовать на лучший текст по математике, написанный при этом, ну, собственно, философом, преимущественно ориентирующимся на логику, ну, 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 такое. Не, Рассел внес свой вклад, конечно, во всю эту тему, и математическую в том числе, это безусловно, тут вопросов нет. Но претензия на самый великий текст, это как-то спорно. Спорно, очень-очень спорно, на самом деле. Этот человек, который работает, вот, данный стрим, он изобрел математическую логику, придумал символю, в принципе. Сам один просто взял и придумал, ему никто не помогал. Этот человек получил Нобелевскую премию по литературе. Ну, всё, на авторитете, короче, на авторитете. Если он получил Нобелевскую премию по литературе, неожиданно, да, если он получил Нобелевскую премию по литературе, если он сидел за свои убеждения, если был там атеистом и учёным, и логиком, и математиком, ну, значит, у него история философии хорошая, да? Нет, к сожалению, нет. И Рассел не понимал слишком большое количество философов, очень плохо их, в общем-то, объяснял, очень плохо справлялся со многими материалами, у него есть отдельные хорошие материалы. То есть, ну, смотрите, Рассел здесь такой же смертный, как и мы все. То есть, что-то он знает лучше, что-то он знает хуже. К сожалению, своих друзей-товарищей для помощи он там не позвал, он там Каполстона для разбора Платона не позвал, Каполстона для разбора Аристотеля не позвал, Каполстона для разбора Средневековья не позвал своего товарища, да, с которым он спорил, позвал бы, может быть, его материал был более бы полный и хороший. вот и соответственно было бы ну как-то куда более классненько вот было бы куда более классненько на мой взгляд но раз решил сам сам справиться с этим я на самом деле себя сам писал учебник я бы тоже написал его плохо ну потому что я бы вряд ли смог сдерживать все свои позиции по разным вопросам то есть но я-то и не историк философии это как раз действующий философ которого которому в принципе простительно иметь ну собственно некоторые такие исторические заходы которые являются но экспериментальными групп грубо экспериментальными там знаете там не знаю про что но про много что на самом деле это нормально и от нормально на самом деле просто нормальная ситуация и здесь важно все же отметить что рассел рассел раз вот человек который излагает свою позицию по вопросам философии это нормально но называть эту историю философии нельзя это плата плохая история западной философии да то есть сама книжка не справляется с тем что находится в ее названии то есть это не история философии по-хорошему это попытка эта попытка и попытка далеко не самое лучшее за свою работу история западной философии этот человек был женат четыре раза охуенный аргумент почему я должен читать его книжку лучше бы за все лучше бы вместо всего этого он бы вот лучше бы он занимался нормальными делами и в 8 лет он реально изучал историю философии вместо всего этого но к сожалению не сожалению он что-то это счета он как-то вот решил историю философии не изучать хотелось бы пол в авиакатастрофу единственный там чуть ли не доплыл до берега когда ему было это вообще никак соответственно не заставляет нас прочитать его книжку по истории философии а можно вот те моменты рассказать где он изучает историю философии там специализируется в разных вещах например там и так далее так далее так далее но можно можно вот об этом порассказывать о том что вот он человек который связан с историей философии например под 80 он доплыл до берега и спас и после авиакатастрофы в середине двадцатого века этот человек с энштейном выступил написал один из важнейших манифестов двадцатого века против ядерного оружия этот человек побывал в россии революционной и описал что это все хрень собачья у меня вопрос а почему когда люди говорят книжки рассела история философии почему им приходится говорить о том что рассел такой классный такой замечательный перечислять все его регалии в опять же до перечислять все его регалии которые не связаны с историей философии от слова ну почти никак вот это я понимаю вот это классно также я замечу что но опять же когда мы у маргинала спрашивали у рассел объективно плохая книга он говорит ну типа да но это же круто прочитать книжку нобелевского лауреата да еще как красиво написано читайте литературу в таком случае я не знаю рассела читать следует только после того как вы ознакомились с кучей разных материалов что просто понять а чё рассел думал о разных философах не более того это не тот материал по которому следует учиться это точно не тот материал который долг который вы должны прочитать прежде всего то есть а если вы прочитаете заведомо знаете что там просто хуйня на самом деле по большей части вся критика рассела хуйня которая строится из непонимания тех философов которых он разбирал к сожалению к большому сожалению вот придется с этим просто иметь дело и какой смысл читать эту книжку как первую который вы будете знакомиться с философии вообще просто непонятно первая книжка должна быть наиболее холодная в данном случае и я бы такую книжку сам бы не написал но есть многие авторы которые справились с этой задачей за что им собственно руки стоит поражать сказать им большое спасибо и читать их труды этих авторов очень много и почти все они лучше раз это только делают вид что они марксисты не кенни и так далее и так далее при этом этот человек как вы понимаете профессор философии и вот он написал историю по философии со своей точки зрения как она и вот и и читаешь и понимаешь что человек разбирается в жизни а может быть ему лучше в истории философии разбираться непонимание это полбеды гораздо сложнее пишет редкий гост на порядке когда чел не понимает и понимать не хочет да это правда и это ситуация рассел в том числе и в этом тоже проблема потому что люди которые прочитали учебник рассел прежде прочих учебников но им скорее свойственно бывает высказывать довольно глупые позиции по философии необоснованные с точки зрения истории философии они сразу выпящивают свое собственно невежество в этой самой философии и это абсолютно неприемлемо в данном случае то есть да это самый плохой учебник из возможных которые только может это вообще не учебник во первых самая худшая история философии который в принципе можно прочитать не знаю максим ну может не самый может есть еще хуже опять же марксисты надо среди марсистов есть хуже работы но это одна из самых рано то вот у рассел одна из самых расхайпленных историй философии и беду этого она еще хуже чем марксист к ну с марксистами там все понятно ты короче берешь открываешь они тебе пишут это буржуй это не буржуй там хуёвая философия там тоже буева философия вот это карл марс карл маркс он охеренен там истину в истине открыл всех разъебал всех победил но окей все понятно с марксистами здесь все вообще чистенько как бы ну а блядь понятно пошли нахуй то есть мы не будем вашу историю философии читать предмет а ну и ну ее нахуй короче соответственно и ура стала но послабее не так кринжово как у марксистов но принципе туда же но у рассел этом одни и я уже полностью пересказал с чего лучше и его стоит читать и он дает такое вдохновение что я вам рекомендую начните просто выкиньте все остальные книги по философии оставьте одну история западной философии вам хватит чтобы стать настоящим философом они и каким-то там непонятно кем вообще если честно пиздец полный пиздец вообще полнейший пиздец возьмите любую работу рассела и почитайте он у него очень много коротких статей и почитайте просто его стиль и вы увидите что этот человек никакой не шарлатан а действительно знает о чем говорит поэтому вот такой вот мой ответ начните еще пловец и нобелевская премия по литературе у него но все но все как бы на авторитетах тащат те с истории западной философии и если она вам зайдет и ни в данем случае не panic не считайте историков философии ребят ни в коем случае не считаете историков философии потому что но эти историки философия не идиоты понимаете не не философ вот когда вы прочитаете настоящего философа рассел а тогда поймете что вот он шарил и плавал хорошо и нобелевскую еще получил хотя это все не имеет никакого отношения к тому что в тексте написано и также важно заметить что опять же слишком много материалов которые на несколько позиций лучше чем у рассел а просто вот на несколько позиций я даже более того скажу посредственные учебники русские лучше чем у рассела его история философии лучше их прочитать чем читать рассела прошу прощения да там фанаты рассел то вы уже станете философом просто даже без меня и без видео просто прочитайте раз и вы станете философ без видео нет не покажу вы вам станет интересно заниматься философии раз он не зашел слишком много от себя тина чё смеешься ясно мысль ясно чел там объективно много от себя тина слишком много 5tyna у рассела такие поэтому он говорю у ран 싸ðл вам рекомендую что слишком много от себя тина я вам поэтому рекомендую росла уже там слишком много себе тина ребят у него лучше пусть будет 25 на которой исходит от рассела человек который математик и философ чем от себя отина от человек который не не является или не от себя тина тогда от кого происходят его историка философии от человека которые долгое время складывать свою позицию по истории философии в контексте контексте других исследований общается с другими людьми соответственно до выясняет в чем его позиция является неверный например по вопросам истории философии в данном случае то есть хороший историк философия компилирует себе мнение сразу огромного количества историков философии в этом фишка в этом разница то есть раз в раз он компилирует себе только свою позицию а историк философии старается как можно больше позиции компилировать и сложить наиболее приемлемую в общем-то модель истории философии вот наверное почему вот я я как бы не знаю по моему лучше в данном случае действительно специалисту довериться знаете знаете то же самое что ну например это та дяденька бы нам сейчас бы сказал ну а вы чего серьезного к врачу пойдете к врачу собираетесь идти может не нужно идти к врачу ваш нахуй этого врача например да может лучше вы пойдете к ибн синие а ведь ибн сина он и медик он и философ он и математик и алхимик нахуй и вообще он классный может быть к ибн синие сходим а может быть к рацалу пойдем и вода за лекарствами может раз ты лучше знает ну рассыл нобелевская премия вообще-то и он плаванием хорошо занимался кринж если от человека происходит его рассуждение не от себя тогда кто он вообще он ретранслятор других дебилов историки философии дебилы неожиданно ретранслятор других дебилов понимаете понимаете ребят то есть рассол которая литерали который литерали не читал собственно большую часть текстов которые он обсуждает ну или прочитал недостаточно хорошо чем ладно обсуждает пишет о них историю западной философии против дебилов которые все это реально считали что это за человек который ретранслирует они от себя говорили историк философии работа историка философии ретранслировать и источники которые он изучает как бы если человек претендует на описание истории философии он плохой ретранслятор но это все пиздец это катастрофа это не соответствует специальности вот я не знаю как по-другому объяснить но это как знаете как врач который никогда не занимался медициной просто пришел и начал восхитить неожиданно вот по крайней репутация философ это тот который даже если берет до любой человек мыслище если он даже что-то увидел он это оценил и потом говорит со своей оценкой ну вообще нет я даже более того скажу основная проблема этого человека он не понимает что ну например в нормальной науке дело не в оценках как знаете в моральных оценках там эстетических оценках дело в определениях и делал в определенных позициях теориях фальсификатах каких-то логических функциях у рассел и даже этого нет он на эмоциональном уровне проигрывает вот невозможно что-то сказать не не провняться что-то от себя в этом и задача историка философии что-то говорить привнося как можно меньше от себя в этом функция истории философии как дисциплины и в этом собственно функция историка философии привнести как можно меньше от себя мало ли что рассел у себя в голове придумал про нитша про платона про гегеля вообще без разницы вы хотите изучать историю философию пришли изучать философию значит вы пришли изучать разные философские позиции вам нужно чтобы они были наиболее точно и каноничные понятно изложены вот ваши ваши требования здесь должны быть если вы пришли не с такими требованиями вы идиот соответственно вы вы просто глупый человек который не понимает чего хочет если вы хотите просто рассел который высказывает свою охуенную позицию вы хотите авторитета который вам навяжет эту позицию если вы хотите изучать историю философии более-менее с нормального начала старта даст непредвзято вам нужно взять среднестатический учебник по истории философии от историка философии прочитать его читать другие учебники таких же историков философии ознакомиться с источниками понять что думали разные мыслители как можно меньше оценочных суждений особенно на первых порах сделать чтобы как можно больше понять чем больше вы оцениваете преждевременно тем меньше вы понимаете если вы сразу читаете ну бля платону это говно но ты говно ну говно да ну говно ну вы не поймете платон тогда если вы будете так платон читать в этом и проблема это это достичь супер я не знаю с чем сравнить например возьмите дирижеров послушайте они играют те же абсолютно ноты я между оркестр играет там те же ноты там какого-нибудь россини но абсолютно другая музыка там другой где тотем другое замедление другой шум я между звук сильнее слабее если вы хотите научиться настоящей музыки то вам надо будет слушать настоящих музыкантов и слушать их нее от себя тяну они от того там взяли сыграет в бете в компьютер ноты там моцарта вы услышите как они будут звучать как будто если вот дословно вот в бейте в ноты в компьютер моцарта вы услышите как это коряво звучит потом послушайте нормальный оркестр вот примерно так же если вы будете искать чистые исторические факты именно я поэтому сказал что вам надо читать рассела потому что там много от себя тины от отрасе от расселять и на скорее всего именно поэтому а ни в коем случае не читайте историков но историка философии или вообще историку торгой я чистые факты представляют не существует никаких фактов чистый чистые факты это кирпичи из них давно это избитая метафора что чистые факты это кирпичи а вот наука это дом из этих кирпичи но дебильная метафора ну в данном случае она подходит то есть чистый фактор ничего из себя не представляет ну там сократ сидит и что вы хоть хотите читать такую историю сократ сидел потом стал потом пошел почесал ногу это вообще ерунда это не история философии получится а кто об этом пишет а вот когда сократ сидит на уроке платону на до истории про перемещение во времени еще никогда не были так интересно там в аудитории где преподает платон вот еще раз то есть он я думал мне показал что очень соговорился он сейчас поправит это вообще ерунда смотрите это не история философии получится а вот когда сократ сидит на уроке платону на в аудитории где преподает платон вернее там вряд ли такое может быть ну да реально такой вряд ли может быть действительно ну допустим как его ученик вот тут уже появляется интересно а чего это сократ пошел к своему ученику там и сидит у него ну то есть вот такая история у коня на гораздо интереснее но это уже еще раз грудь лечил даже не представлять чем историки философии занимается судя по всему но то что мы сейчас услышали это тотальная деградация конечно абсоли абсолютнейшая деградация очень обидно что у человека на канале 3000 вообще подписчиков с другой стороны количество просмотров конечно заслуженное количество просмотров заслуженное лучше было бы ноль например 0 0 было бы хорошо что жалко вот этих людей 20 20 человек 20 лайков поставленных 20 человек под этим всем подписались это очень печально на самом деле человек испортил жизнь 20 людям да так скажем до философскую жизнь вот чуть позже скажу что спасибо василий пулкин да я понимаю если вам не зашел раз тогда вы наверно читали гегеля и прочее да наверное так и есть если вам не зашел раз лавера вы читали гегеля платона и прочую философскую хуйню а вы говорите что вы читали я понимаю что гегеля никто не читал я не встречал такого человека которую читал например всю всего гегеля ну всего не всего феноменологию духа и науку логики я читал с новым годом янгел потому что это невозможно считать а ну понятно все понимаете обычно мне говорят когда говорят я не что раз а потому что он плохо отозвался от гегеля так не а гегеля он плохо понял он плохо озвучил позиции гегеля нет шо со sponsoring а платоно того же это просто просто база философской а без этих авторов ну просто никуда вы нихуя не поймете вы не поймете откуда мало если не пойдет откуда гегель вы не поймете откуда маркс и поймете откуда маркс вы не понимаете половину дискурсов континентальной философии просто разом. Пиздец. Дальше. Вы не понимаете, кто такой Ницше. Вы не понимаете, Ницше. Что дальше? Вы не понимаете уже вторую половину философии континентальной. Пиздец, блядь! То есть вы даже в принципе, да, вы в принципе отгорожены от понимания вот этих двух философских традиций. Но не двух, одной, а континентальной философии. То есть, не понимая Гегеля, Дефиса Маркса, не понимая, соответственно, Ницше, вы уже просто в пизде, блядь, находитесь с точки зрения континентальной философии. Вы вообще ноль в ней. Вообще, для вас эта отрасль вообще в принципе не существует после этого. Грустно. Дальше. Вы не понимаете Платона. Не понимаете Платона, значит, хуже понимаете Аристотеля все-таки, да? Не понимаете Аристотеля, много кого хуже понимаете, соответственно. Стойков плохо понимаете, скорее всего. Опять же, сверху Платона тоже. Не понимаете Платона, плохо понимаете неоплатоников. Плохо понимаете неоплатоников и христиан, если Платон и неоплатоников плохо понимаете. Христиан плохо понимаете христианскую философию. Средневековая философия тоже идёт нахер отсюда. Хух. Хух, блин, да? То есть, как? Зачем? Почему? Вообще, о чём вы тогда собираетесь рассуждать? Что вы собираетесь вообще делать с этой историей философии? Вы же ничего не понимаете, исходя из этого. В смысле, Хайдегер был учеником Гусселя, он же обошёлся без ниши. Хайдегер обошёлся без ниши? У Хайдегера целые книжки, тома посвящены ниши вообще-то. Вы с Хайдегером будете с большим трудом сталкиваться, если вообще ниши не читали. Вот относительно Гусселя, относительно Гусселя, можно сказать, что он без ниши обошёлся, это правда. Ну, а Гуссель не является там, понимаете, стопроцентным... Ну, это, короче, не стопроцентно в континентальной философии. Тут вот такой вот нюанс. Реально, очень много традиций и тенденций от марксистов идут и от нишианцев, соответственно. Гуссель тоже, так сказать, феноменологическую, можно сказать, порождает и разрабатывает. Ну, ладно, там ещё есть кантианцы, то есть неокантианцы, соответственно, тоже имеют своё значение для дискурса, собственно, XX века. Это действительно правда, да, они там есть. Но всё же очень много, очень много, очень много авторов. Очень, прям очень, очень, очень много авторов. Они прямо ссылаются к марксистам, вот прямо к марксистам. Там половина постмодернистов, они прямо просто марксисты. Экзистенциалисты тоже многие марксисты, на самом деле. А многие к ниши восходят. То есть, либо к тому, либо к другому. Ну, либо к Гусселю тоже потихоньку все восходят. Там особенно экзистенциалисты Гусселю нормально восходят. То есть, тут вот такая вот тема. Вы, вышибая из этого дискурса понимание нормальных философов, базовых философов, которых нужно прочитать, ну, вы просто отдаляете себя от понимания целого философского направления. Грустно. Или там, он плохо, он не включил свою историю, там, Киркигора, там, или что-то такое. Вот такие аргументы я слышал. Ну, хорошо. В смысле, хорошо? Это какой-то пожилой Лемон, блядь, пиздец. То, не то, что мнение, а мой опыт. А, опыт. Я, это не, 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 я мой опыт. Какой его обосновать? Опыт. Все, что мог, я обосновал. Я вам тоже. Обоснование, мое почтение. Только рекомендую, конечно, я не настаиваю. Возьмите, читайте тогда, например, есть по древней философии, это Гатри. На мой взгляд, досократиков. Это Гатри по досократикам, пожалуй, одна из лучших историй философии. Но это уже для профессиональных философов. Это не введение философии. Антология мировой философии, советская, обязательно тоже к прочтению. Я тоже считаю, что ничуть не хуже. Антология, там просто отрывки из текстов. Ну, с комментариями, разумеется. Субтитры сделал DimaTorzok